Девушки отдыхают День с толком Барнаул в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале в Ютубе. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Когда при себе ингалятор в день борьбы с бронхиальной астмой, о том, как защитить здоровье в эпоху пандемии. Обещаю не орать на учеников, до чего договорились педагоги, обсуждая клятву для учителей. И в центре и обзор отличный. Надпись Барнаул, город орденоносный, возможно, установят на здании мэрии. Начнем выпуск с неприятной новости. Алтайский край в лидерах по росту смертности от коронавируса. В октябре регион занял второе место в России по показателям. За этот месяц в крае скончалось на 62% людей больше, чем в октябре прошлого года. Это максимальное значение по темпам прироста смертности в регионе и одно из самых больших среди регионов. Тем временем, за последние сутки в регионе выявлено 223 новых случаев заражения COVID-19. 68 из них в Барнауле. В ковидных госпиталях за сутки скончалось 15 человек. На данный момент в тяжелом состоянии, как и днем ранее, находятся 505 пациентов. 125 из них на аппаратах ИВЛ. А между тем, больше 50 тысяч земляков страдают от бронхиальной астмы. Но цифры могут увеличиться, предостерегают врачи. Сегодня, в день борьбы с опасным недугом, они рассказали о том, как защитить бронхи в эпоху эпидемии. Владимир электромонтер. Вот уже 6 лет он астматик. Говорит, всему виной работа на улице, в пыли и на морозе. Да и времени пролечиться не было. Нужно было семью кормить. Думал, до пенсии потерпит, а потом найдет работу полегче и жить с астмой будет проще. Тут, не знаешь, как бы до своих 60-х доработать. Года уже здоровья нет, ничего нет, а еще пятилетку добавили. А получается, и там не могу, и уйти не могу. Если я подышу холодным влажным воздухом, у меня появляется обострение. Прям чувствуется такое. Приходится домой приходить и пользоваться медицинскими таблетками, препаратами. А приступы, жалуется Владимир, происходят все чаще. В большей степени из-за маски, считает мужчина. Слишком сырой воздух. Вдобавок, сопутствующие болезни дают о себе знать. Впрочем, от такого недуга в крае страдают полсотни тысяч человек, а в будущем будет еще больше, говорят врачи. Так, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, к 2025 году страдать от астмы будет 50% всего населения планеты. При этом генетическое заболевание долгое время может себя никак не проявлять, и профилактики как таковой от этого недуга нет. Поэтому человек, скажем, с латентной аллергией, то есть у него положительные кожные пробы, находятся специфические ГИА-антитела в сыворотке, крови. Но у него нет жалоб. И кто-то может прожить всю жизнь. К другим факторам относят гигиенические. Если человек чаще болеет респираторными инфекциями, то вероятность возникновения астмы ниже. Но в то же время вирусы обостряют течение астмы. Однако специалисты обнадеживают. Сейчас нет поводов бояться астмы. Современная терапия довольно эффективна. На сегодняшний день бронхиальная астма замечательно очень лечится. Она настолько изучена. И на сегодняшний день больной, которому подобрана правильной терапия, он абсолютно такой же, как все остальные. По словам экспертов, все алтайские астматики в полной мере обеспечены необходимыми препаратами. Специалисты советуют лишь своевременно, а совместно с медиками корректировать лечение в зависимости от ухудшения состояния здоровья. Владимир нацелен на это, говорит, устал все время дышать ингалятором. Жить можно, но как с этим жить? Все становится сложнее, конечно. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. По другим темам, алтайская гречка стала самым подорожавшим с начала этого года товаром в России. Напомним, весной эту крупу в первую очередь смели с полок. Тогда люди готовились к дефициту из-за пандемии и укреплению доллара. Так создали ажиотаж. В мае поставщики стали повышать стоимость, объяснили это дефицитом сырья. Падать цена, кажется, не собирается, так как спрос сохраняется. Сейчас люди покупают впрок уже по другим причинам, боятся заметного скачка цены на продукт. По данным Росстата, эта крупа по сравнению с прошлым годом подорожала почти в два раза. Новый удар по малому и среднему бизнесу. Алтайские предприниматели еще не отошли от новости об отмене вмененного налога, как уже вынуждены разбираться с пресловутой маркировкой. В планах у государства в течение трех ближайших лет промаркировать все, вплоть до спичечного коробка. К чему приведет массовая маркировка товаров и кому она действительно выгодна, разбиралась моя коллега Валентина Аскерова. Невыгодно заказывать большим оптом. Вот я, допустим, вот этих тапочек мне пришлось заказать 96 пар. Вместо 12-90 одинаковых пар домашних тапочек меньшими партиями промаркированную обувь крупные оптовики не продают. И никого не волнует, что продавать их, возможно, придется не один год. До введения маркировки все было гораздо проще. Специально организованы были туры на эти оптовые рынки. Вообще это было очень удобно, и поездка занимала всего несколько часов. И ты приезжал и сразу привозил с собой вот эту обувь. В ассортименте только тапочки. Демисезонная зимняя обувь на остатках. Покупатели жалуются на скудный выбор. Предприниматели же изменить ничего не могут. Заказать новую партию обуви смогут лишь после того, как оптовые базы освоят маркировку. Оптовикам у них еще труднее сложности, чтобы им эту маркировку сделать. Потому что им тоже надо будем, не все же производители российские, вот допустим в Китае, им надо вот эту маркировку туда как-то отправлять. Кстати, остатки обуви подлежат обязательно маркировке. Татьяна купила ноутбук, установила специальное приложение, обучилась программе, наклеила маркировку. На все про все ушли десятки тысяч рублей. Вот эта маркировка, допустим, мужская везена в Российскую Федерацию. То есть вся обувь вот у нас на складе, она вся промаркированная. В следующем году такие расходы понесут и владельцы точек по продаже одежды. Маркировка коснется и их, а это, по словам предпринимателей, негласный косвенный налог. Налоговая нагрузка, в том числе эта маркировка, которую я просто обхожу. Каким образом? Я не торгую теми вещами, которые мне нужно маркировать. Я не могу в данной ситуации увеличить свои расходы. Со следующего года и вся одежда подлежит маркировке. Вот как, что тогда? Ну, что я могу сказать? Как Остап Бендер сказал кисе Воробянину, киса будут бить, будете плакать. Плакать и, возможно, закрываться. И все потому, что отныне будет не просто отслеживание за товаром, а тотальный контроль оборотных средств, в том числе доходов предпринимателей. До 2024 года маркировка внедряется повсеместно. Она точно жизнь предпринимателей не облегчает. Потому что это появляется новое оборудование, новые услуги, которые надо администрировать, обслуживать, соответствующие затраты и так далее. Совокупно это, наверное, для единицы товара выльется в некую кругленькую сумму, которую, в конце концов, заплатит покупатель. Все издержки в связи с маркировкой в итоге войдут в стоимость товара. 5-10% плюсом, говорит эксперт. Представители малого бизнеса утверждают, мы позволить себе такую роскошь не можем. Мы просто вылетим с рынка. Вы не пойдете к нам в магазин, если у нас цена повысится даже на 50-100 рублей, вам это неинтересно. Позволить себе накрутить цену могут лишь сети-гиганты, которые заказывают товар большими объемами. А малый и средний бизнес – львиная доля предпринимателей региона рискует поредеть. Снизится не только конкуренция, от которой во многом зависит качество товара, но и налоговые поступления в бюджет. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Итоги аграрного сезона и компенсации фермерам. Эти темы стали самыми обсуждаемыми в правительстве региона на этой неделе. Подробнее в сюжете. Год 2020 получился очень непростым. И в связи с обстоятельствами пандемии коронавируса, с одной стороны, и, к сожалению, природные, климатические обстоятельства и условия не способствовали тому, чтобы мы смогли в полной мере воспользоваться всеми нашими возможностями. Речь идет о засухе 2020-го, которая стала настоящим испытанием для сельхозотрасли. Пострадало порядка 240 хозяйств. Общий ущерб составил свыше 617 миллионов рублей. К слову, господдержку уже получили пострадавшие животноводческие хозяйства – свыше 340 миллионов рублей. На очереди растеневоды. В ближайшие дни ожидаем поступления средств из федерального бюджета на компенсацию ущерба в результате гибели застрахованных поселов. Это 45 миллионов 600 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации принято 5 декабря. Надеемся, что наше обращение в Федеральный Центр о дополнительной поддержке аграриев, не застраховавших свои посевы, также не останется без внимания. По поручению губернатора лучшие участники трудового соревнования ВПК получили автомобили. На этой неделе машины отправили в сельские районы. Особое внимание власти общественность уделила и теме развития городского транспорта. В среднем износ парка автобусов, трамваев и троллейбусов составляет 80%. Цифры озвучили на заседании Совета общественной палаты края. Как отметил губернатор Виктор Томенко, решение проблемы видится в комплексном подходе. Вопрос этот действительно сложный, потому что он очень финансово емкий. Возможно, все же вот такое долгосрочное планирование, долгосрочное понимание, как мы могли бы ситуацию улучшать, и что для этого потребуются определенные ресурсы, плюс, скажем, задействование сегодняшних механизмов государственного частного партнерства, когда можно каким-то образом привлекать финансирование, по которому потом рассчитываться в течение ряда лет уже так более комфортно для бюджета, не колоссальными суммами сразу, а как-то, это могла бы быть перспектива. В период пандемии особо ощутима помощь волонтеров. Они помогают пенсионерам, работают в колл-центрах, в поликлиниках и больницах. Участникам всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» сегодня в правительстве региона вручили медали. И сегодня мне очень приятно отметить, что не только личная, а собственная включенность от наших лидеров волонтерского движения здесь потребовалось, но и большие организационные и таланты, и усилия. И у вас это получилось. Кроме того, в преддверии Дня Конституции свои первые паспорта гражданина РФ из рук губернатора получили юные жители Алтайского края. Анастасия Бертенева, День с толком. Надпись «Барнаул – город орденоносный», возможно, появится на здании мэрии краевой столицы. По крайней мере, к такому варианту склоняется власть. Накануне в администрации обсудили итоги народного опроса о том, где лучше установить надпись, какие адреса были отвергнуты и почему, а у каких еще есть шанс на установку конструкции, знает Илья Кочетков. Три года назад «Барнаул» лишился знаменитой надписи одного из последних осколков советской эпохи «Барнаул – город орденоносный» и макета Ордена Октябрьской революции. Многие горожане были возмущены, но власти «Барнаула» объяснили – конструкция прожавела и может рухнуть. Этим летом мэрия пообещала возродить монументальную надпись. Изготовили новые буквы и решили спросить у барнаульцев через соцсети о том, какое место является наиболее удачным для их размещения. За три недели голосования барнаульцы предложили три десятка вариантов. Одними из самых популярных оказались пересечение Павловского тракта и улицы Малахова, террасы Нагорного парка, а также нулевой километр – одно из зданий рядом с тем местом, где надпись была раньше. Из всех предложений комитет по строительству отобрал 18. Такие, как склон горы напротив площади «Спартак-2», специалисты отбраковали. «Здесь есть несколько минусов. Это нарушение существующего полаживания западных откосов Нагорного парка. Сразу последует нарушение водостока террас, и недостаточно будет широкий обзор». От мели и слишком дорогие варианты, и те, что нарушают сложившийся архитектурный ансамбль. Что же до крыш жилых домов, то эксперты отмечают, сейчас не советское время, когда ставить надписи можно было, никого особо не спрашивая. Теперь же все надо решать собственниками жилья, а это не всегда просто. В этом плане неожиданно удачным, по мнению специалистов мэрии, выглядит вариант разместить буквы на здании самой мэрии. У такого размещения есть ряд преимуществ, ну, по крайней мере, два. Первое – здание и, соответственно, будущая надпись прекрасно видны всем тем, кто въезжает в город со стороны нового коммунального моста. И второе – специалисты администрации будут иметь постоянный доступ к конструкции и, соответственно, следить за ее состоянием. Теперь пожелания горожан и мнения чиновников рассмотрят профильные специалисты – барнаульские архитекторы, общественная городская палата, депутаты и представители разных объединений. Все вместе они окончательно определят место, над которым возвысится полюбившаяся горожанам надпись о том, что Барнаул – город орденоносный. Илья Кчетков, Александр Антропов, День с толком. В Барнауле начали обсуждать один из самых нашумевших законопроектов последнего месяца о статусе педагогического работника. Резонанс вокруг документа вызвало предложение о принятии клятвы для новоиспеченных учителей. Эту тему профессиональное сообщество обсуждало на неделе неоднократно. К чему пришли, расскажет Анастасия Дорога. Редкий законопроект вызывает такое общественное обсуждение, как этот, о статусе педработника. За считанные дни на разных интернет-площадках сотни комментариях о новшествах, которые ждут алтайских учителей. Идея присягать профессии в самом начале ее пути произвела буквально эффект разорвавшейся бомбы. «Никогда не повышать волосы на учеников, ибо тогда я понесу дайную потерю. Во-первых, я надару связки, а во-вторых, подару свой авторитет. Обещай не плеститься на блестки ложной славы и фальшивых ценностей. Всегда оставаться человеком». Автор этой клятвы – один из алтайских учителей. Многие педагоги, узнав о нововведении, начали писать свои версии торжественного обращения. Судя по проекту закона, единого текста и не планируется. Другой вопрос, говорит руководитель Краевого профсоюза педагогов, сама форма присяги. По мнению Юрия Абдулаева, нельзя законодательно обязывать клятся профессии. Достаточно дать обещание. «Могут быть затронуты чувства верующих людей. А там Иисус ясно сказал, никогда ничем не клянитесь. Придет к нам верующий человек и скажет, я не клянусь. А закон Алтайского края обязывает его клятся. Поэтому мы предлагаем здесь сохранить суть этого мероприятия. Но это, может быть, торжественно обещаю». Но кроме клятвы, целый ряд вопросов, прописанных в проекте закона. Представители Минобра, профсоюза, парламента, учителя Барнаула и региона его критикуют и вносят предложения. Например, в Крае появится знак отличия «Почетный работник». Его вручат учителям высшей категории со стажем от 15 лет. С цифрой стажа педагоги не согласны. «Допустим, человек проработал 14 лет и внес такой вклад, который никому еще не снился. Мы не можем нагреть его этим знаком, потому что у нас ограничение на уровне закона». Вопрос социальных гарантий. В проект они перекочевали из краевого закона о мерах соцподдержки. Это компенсация услуг ЖКХ и отдых в санаториях. По мнению профсоюза, список льгот нужно расширить, как минимум ввести таковые при прохождении аттестации или предоставить возможность проходить стажировку у профессионалов. «И хотя на официальном сайте Алтайского края в новостях указано, что в связи с принятием закона дополнительного финансирования не потребуется, но я лично это подвергаю сомнениям, потому что, естественно, молодых педагогов нужно поддерживать. Им нужно на конкурсной основе предоставлять гранты в форме субсидий из краевого бюджета Алтайского края в целях финансовой поддержки и их затрат, связанных с повышением квалификации». В профсоюзе педагогов в целом считают, что проект легковесный, нужна конкретика и дополнение. И, возможно, самая большая проработка коснется пятой статьи о защите чести и достоинства. «Сегодня, после многих лет, когда учителя превращали в обслугу, и помните, даже бывший министр Васильева запрещала произносить слово «образовательные услуги», все-таки образование в законе – это у нас общественно значимое благо, то мы должны понимать, что учитель тоже должен быть защищен не только словами «какой хороший учитель, как замечательно, и все мы несем цветы на 1 сентября». Когда в этом году пандемия показала, что две самые главные профессии – это все-таки учитель и врач. По словам экспертов, речь должна идти о реальной защите учителей. Когда директоры комитета не встают на сторону родителей автоматически, а педагог может получить бесплатную юридическую помощь. Через неделю проект рассмотрят в первом чтении, скорее всего, примут, а после начнется основная работа над нашумевшим документом. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну и через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.